Всем привет, друзья! После невероятного успеха первой части данной диалогии, вопрос о выходе продолжения был фактически снят. Однако режиссер, снявший оригинальную картину, решил отказаться от съемок второй части. И эстафету перехватил Хуан Карлос Фреснальдио, который подошел к созданию сиквела совершенно иначе, сделав большой упор на зрелищность, когда Бойл старался делать фильм более глубоким. Но стала ли вторая часть при этом хуже? Смотря с чем его сравнивать. Если с первой частью, то да, пусть и немного, но все же он уступает картине 2002 года. Однако если сравнивать, скажем, с Землей мертвых, который вышел между 28 дней спустя и 28 недель спустя, то картину 2007 года я поставлю выше картины Ромеро. Но не скажу, что разрыв между ними огромен. Здесь такой же высосанный из пальца сюжет, как, собственно, и в Земле мертвых, когда в 28 дней спустя сюжет хоть и местами вызывал вопросы, но все же было более-менее понятно, зачем и почему так поступают герои. А во второй части порой можно, мягко говоря, охренеть от поступков тех или иных персонажей. Но давайте уже скорее начинать. Точите с кухни чего пожевать, усаживайтесь поудобнее, оставляйте несколько комментариев для продвижения ролика, как, собственно, вы и обещали. Да-да, я все запомнил. Короче, погнали. В первой части из-за резкого перехода с исследовательского центра к главному герою Джиму мы так и не узнали, как так случилось, что весь Лондон опустел. И вторая часть дает нам на это ответ. Оказывается, спустя 15 дней после того, как вирус ярости начал распространяться, в Великобритании был объявлен карантин. Спустя 28 дней вирус полностью убил всех жителей Великобритании. Именно тогда Джим пришел в себя в больнице. Ля, какая инфа. Спустя же 5 недель с начала распространения вируса все зараженные благополучно померли из-за голода. Не отбить! Спустя же 11 недель усилиями вооруженных сил США Великобритания была полностью очищена от вируса чуть меньше, чем за 2 месяца. И началась реконструкция, чтобы вернуть на родину граждан, которые застряли на время карантина в Штатах. Но к этому мы еще вернемся чуть позже, ведь фильм начинается не отсюда, а вот отсюда. Макарошки макарошками, а винишко, хоть и в зомби-апокалипсис, никто не отменял. Пить можно. И да, кстати, по поводу слова «зомби», которое прям уж многих раздражало в обзоре на первую часть. Зомби — это не всегда именно ожившие трупы. Нет, хоть изначально они и были таковыми, но с течением времени они менялись. И сейчас под словом «зомби» имеется в виду человек, с вашего позволения обращусь к Википедии, полностью утративший контроль над собой и своим телом, который охотится на все живое, дабы укусить или вовсе съесть. И ничем другим он питаться не может, поэтому, собственно, их и зовут «зомби». Если бы они могли питаться чем-нибудь другим, то звать их «зомби» уже было бы нельзя. И да, во второй части это слово также произносится. «Кос-4, только зараженных. Понял. Они только зомби». Надеюсь, теперь все понятно и можно продолжать. «Дети в безопасности?» «Да, конечно». «Слава богу, мы их на экскурсию отправим, а если бы нет?» Это у нас семейная пара, Джон и Элис. Они живут вместе с несколькими людьми в отдаленном домике, который они заколотили досками, дабы никто из зараженных их не заметил. «Ммм, дивный запах». «Он голодный. Он захочет есть, когда к нам вернется». Это она говорит про своего парня, который ушел пять дней назад, но до сих пор так и не вернулся. «Если он еще дышит, что вряд ли. Он накинется не на спагетти, а на твою шею, дура». «Не говори такого!» И эта дамочка явно любит своего бойфренда больше жизни, и его возможная смерть спровоцировала у нее нервный срыв. А в дверь долбится какой-то парниша, который словно уверен на 200%, что в этом доме кто-то есть. Вопрос, а с чего он это взял? Надеюсь, не сценарист ему подсказал. «Там ребенок». «Стоп, стоп, момент. Мы не знаем, кто это». «Да, он, это дети». Говорит так, будто у детей здесь есть иммунитет, и они ни за что не могут их заразить. «Заходи, быстро. Давай, давай, заходи». «Ты здоров?» «Да». И самое ироничное то, что их покой нарушает не этот парниша, хотя отчасти это действительно он. Ведь за ним неслись зомби, но истинно виновник не он, а вот это наша особа, за которой вообще нужен глаз да глаз, но почему-то ее решили оставить без внимания. Не, ну а че, наблюдать за тем, как ребенок есть макарохи, настолько интересно, что все профукали, как Карен решила поздороваться с зомби. Ну и, собственно, веселье начинается. И по итогу наша сердобольная Элис до последнего пытается спасти этого ребенка, который, как самый настоящий придурок, решил заныкаться в шкафу, из-за чего время на спасение кончается. Дон решает не спасать эту дуру и сваливает сам, а Элис сжирают зомби. «Преждевременно». «Ну, по-моему, логично было так предположить». Джейкоба также кусают, и только одному единственному Дону удается спастись. «Неплохо». Помните, в обзоре на первый фильм я говорил, что Джиму не слабо повезло проспать все самое интересное в больнице? Так вот, в сравнении с этими двумя, Джим неудачник каких поискать, потому что они уехали в экскурсию, когда все было окей, а вернулись, когда уже все налаживается. «Нет ли в край?» «Зеленый карий. Странная вариация цвета радужки. У кого-то из родителей такое есть?» «У моей мамы было». Пройдя все возможные тесты, Тэмми и Энди отправляются в безопасную зону, где их уже встречает отец. «Я так соскучился. Вы как? Все хорошо?» Ну, у Бати, по крайней мере, все зашибись. Проживает он в нефиговом номере отеля и работает на солидной должности. «Я ответственный за участок. Слежу за светом, за водой, отоплением. Смотрите». «Так ты, типа, техник, смотрите?» «Нет, я тут главный». «А, выпендриваться будем?» Зайдя в квартиру, Дон сообщает детям, что скоро они оттуда переедут. Но их дико беспокоит то, что вернутся они не туда, где жили раньше. «Мы не сможем вернуться в наш старый дом. Он вне зоны безопасности сектора». Но они на него смотрят таким взглядом, будто ничего особенного в мире не произошло. И будто он просто не хочет туда возвращаться, потому что не хочет жить в том районе, а не потому, что там можно заразиться смертельным вирусом. «Пап, что случилось?» «С мамой». И он, давая рассказывать все как есть, но с одним единственным изменением. Он не говорит, что решил спасти свою задницу вместо задницы жены. «Я ничем не мог помочь. Я хотел вернуться. Все было кончено». «Посыкло». «Ты ничего не мог сделать?» «Я ничего не мог сделать. Я просто бежал, бежал и наткнулся на военный штаб». И военные все-таки подумали, «Бог ты мой, это же тот самый человек, который сможет стать у нас ответственным за участок. Дадим-ка мы ему карту, благодаря которой он сможет делать все, что захочет». А вось он не распространит здесь вирус. «Простите». «Бог простит, а я нет». На следующий день нам еще разок дают понять, что снайперы, военные, все эти карантинные меры. Показуха, раз уж два ребенка сумели выбраться из безопасной зоны без особых проблем. «База прием». «Да». «Пара сбившихся обошли северный пост». И казалось бы, все, сейчас их поймают и быстренько запрут где-нибудь, дабы они не устроили проблем. Но хрен вам, сказал сценарист и позволил детишкам побегать чуток по Лондону. «То, что нужно». «Да, если бы были ключи». А ключи можно найти на мертвом теле курьера. Но это Тэмми не останавливает. И вот они уже добрались до своего дома. «Тэмми». Но здесь-то они вернулись за фотографии их мамы. «Чё?» Так как Энди боялся, что забудет, как она выглядит. Окей. Но с каждой неделей ситуация улучшается и буквально через месяц-другой они могли бы попасть в дом и забрать все, что посчитают нужным. Не вечно же они будут торчать в этом здании, правильно? Так почему бы не подождать немножко? Энди решает подняться на третий этаж, где замечает чей-то силуэт. И посчитав, что это его сестричка пытается напугать, он входит в кладовку, где, собственно, обнаруживает свою маму. Но тут как тут оказываются военные, которые забирают детишек, но и не забывают прихватить Элис. «Это стандартная процедура для всех выживших. Можете рассказать мне, как вы продержались так долго?» Однако Элис предпочитает молчать в тряпочку. «Я только возьму кровь на анализ. Это не больно». В смысле? Вы только сейчас заметили укус, что ли? Так вы же ее мыли и дезинфицировали. А в этот момент она была голая. И никто так и не заметил? Ах да, я забыл. Это же просто все показуха. «Вы вступали в прямой контакт с зараженными?» «Серьезно?» Вопрос. Каким интересно знать образом она умудрилась выжить? Когда Дон ее кинул, в комнате уже было на тот момент трое зараженных, а дом окружали еще штук 20. Она невидимой становиться может, или что? Но, конечно, мы снова никаких ответов не получим. «У нее врожденный иммунитет. Она инфицирована. Она носитель». «Мистер Харрис?» «Да». «Мы нашли детей. Мы нашли и вашу жену». Немного прифигев от такой новости, Дон идет в карантинной зоне, чтобы как следует засосать свою супругу. «Ты дурак, что ли?» «Дурак» — это еще мягко сказано. Я бы назвал его умственно отсталым дегенератом. Почему? Ну, давайте рассуждать логически. Элис находится в карантинной зоне. Она прикована ремнями к кушетке. Глядя на ее левый глаз, вряд ли можно подумать, что она здорова. Тем более тогда, когда ты знаешь, что такое вирус «ярость». И ты знаешь, что им можно заразиться через слюну. Вывод. Приближаться к ней нежелательно, а уж тем более целовать. Но вопросы здесь вызывают не только поступок Дона. Еще мне интересно знать, почему ее никто не охраняет. Это, блин, единственный человек в безопасной зоне, который может устроить здесь хаос. И последний вопрос. Что с языком у Элис? Она его проглотила? Какого хрена она молчит? Она в курсе, что заражена? Она в курсе, что может его заразить? Но все равно, словно воды в рот набрала. У кого-нибудь еще остались сомнения, что сюжет притянут за уши? Дон обращается в зомби, и мы понимаем, что в самом начале он бросил свою супругу не потому, что ей невозможно было помочь, а потому, что он ее тупо ненавидит. Что это значит? Ведь он с неимоверной жестокостью расправляется с Элис. Но показать вам это я здесь, конечно же, не могу. Просто знаете, что ему даже хватило фантазии выдавить ей глаза. Я своим глазам не верю. И, видимо, зомби-версия Дона настолько крута, что он сумел даже воспользоваться той самой карточкой и выйти из карантинной зоны, дабы заразить еще парочку безмозглых военных, которые вместо того, чтобы завалить ублюдка, предпочитают бежать ему навстречу, опустив ствол, и подставляют свою шею. Сука, твою мать! Толку от вас, как от козла молока? В санчастие обнаружена вспышка инфекции. Всем оружие к бою. Подтверждаю. Принято. Но для начала вояки решают загнать абсолютно всех жителей на парковку. И не просто загнать, а закрыть их там. Да за хрень мы сейчас услышали. Нет, вы не ослышались. Они действительно решили забить всю парковку людьми. Вопрос. Вы идиоты? Или вы правда считаете, что это... Великолепный план. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Алло, зараженных максимум человек 5-7. И было бы гораздо проще, если бы все жители забежали к себе в апартаменты и сидели там, не высовывались, пока остальные, чуть более смышленные военные, истребляют всех зараженных. А так эти дебилы устроили засор на парковке, где люди чуть ли не на друг друге стоят. Но тут вдруг Энди, который разминулся со своей сестрой, замечает, что в дверь кто-то долбится. И стоило пацану подойти к ней, как Дон, который долбился в нее примерно минуту, каким-то образом открывает запертую дверь. И, собственно, Дону теперь никто и ничего не мешает поужинать людьми, которые словно ждали этого. А Энди умудряется побегать по головам и забраться в вентиляцию. Пожалуйста, найдите ребенка. 12 лет. Имя Энди. Мы должны его найти! Да ты не переживай, он сам вас найдет. Ведь, оказывается, на улице зомби нападают абсолютно на всех, кроме Энди. Почему? Ну, так захотел сценарист, видимо. Все выжившие, находящиеся в этом складе, начинают накидывать варианты спасения. Кто-то предлагает уйти сейчас, кто-то предлагает дождаться утра, а кто-то опытный снайпер, которого все слушают. Если дождетесь рассвета, никому не жить. Да и, собственно, сержант Дойл вытаскивает их всех из этого местечка, которое решили взорвать к чертям. Химическое оружие разрешено. Повторяю, всем группам, применение химического оружия разрешено. Но наши герои уже успели добраться до относительно безопасного места, где с Дойлом связывается его кореш, в распоряжении которого, оказывается, есть вертолет. Удобно. Слушай, я прямо сейчас лечу за тобой. Тебя долго ждать? Примерно 60. Минут? Нет, секунд! И Дойл ведет их к месту, куда, собственно, может приземлиться вертолет. Однако на их пути появляются зомби, которые так удачно выстроились в шеренгу и, видимо, ждут приказа. Ложись, ложись, ну! И тут же прилетает его кореш, который отказывается брать остальных выживших. С ними на базу только сядь! Нас всех расстреляем! Ну да, сейчас просто идеальное время, чтобы поспорить. Им не надо на базу! Им надо через Ла-Манш! Что? Это очень важно! Очнись, Дойл! Я не возьму их! И тут один чудило решил, что может без разрешения полетать на вертолете, из-за чего, собственно, прощается со своей жизнью. А всем остальным не остается ничего, кроме как бежать от толпы зараженных, которые появляются из ниоткуда. Флин, ответь! Я знаю, ты меня слышишь! К черту приказы! Задницу красный кот! Ситуация аховая! Нужна эвакуация! Но Флинн не отвечает. Поэтому герои продолжают бежать и натыкаются на машину, внутрь которой, оказывается, химическое оружие не попадает. Оу, как удобно! Стоп! Погодите, а откуда здесь столько зараженных? Ведь Лондон был полностью очищен от них, а безопасная зона была уничтожена. И даже если бы зараженные сумели как-то выжить, то вроде их не должно быть так много. И они, по идее, должны быть полудохлыми. Но, видимо, авторы плевать хотели на это все. Главное, ведь, чтобы было зрелищно. Не заводится! Ладно, успокоились! Выжмите с цеплением! Надо ехать на стадион! А зачем? А на какой стадион? Их как бы в Лондоне дофига и больше. Но на эти вопросы ответы нашим героям, видимо, не нужны. Встретимся там. А в этот момент, оказывается, на улице щеголяют военные, которые сжигают трупы. И как только Дойл умудряется помочь завести машину с толкача, он также будет поджарен. А остальные благополучно будут пытаться уехать от химического оружия, от которого, оказывается, можно спрятаться в метро. Потрясающе! А в метро, оказывается, охренительно темно. Однако эта дамочка пользуется оптическим прицелом, дабы хоть что-то разглядеть. Стой! Стой! Остановись! Возьми левее. Хорошо? Вот. Но и это ей не помогает, ведь тут появляется Дон, который предпочитает не кусать ее, а отхерачить ее же автоматом. Энди! Где же ты? А Энди тем временем наткнулся на своего батю, и последний его решает укусить. Но тут же их находит Тэмми, и, собственно, убивает своего отца. Энди же, решив, что он теперь станет зомби, решает бежать. Но тут мы вспоминаем начало фильма, где нам показали, что Энди от мамы передалась радужная оболочка глаза. А раз у Элис был иммунитет, значит, и у сына он также присутствует. Я стал одним из них. Нет. Ну и, собственно, они двое спокойненько добираются до нужного стадиона, откуда их забирает Флинн. Но и это еще не все. Рапунды! Флинн, Флинн! Это, кстати, вертолет Флинна. Очевидно, картину закончили именно так, чтобы можно было снять третью часть, которую создатели обещают уже много лет. Я точно не помню, она вроде должна называться то ли 28 месяцев спустя, то ли 28 лет спустя, ну, в общем, не важно. Я, как и, наверное, многие, жду эту картину. В обзоре у одного блогера на этот фильм я услышал интересную идею. Он сказал, что было бы неплохо видеть в роли сценариста Дэнни Бойла, а в роли режиссера Хуан Карлоса Фреснальдио. И на самом деле это было бы действительно неплохо, потому что, как по мне, обоим фильмам не хватает определенного баланса. То есть первый фильм был более глубоким, но там не хватало экшена, а во второй картине ситуация ровно противоположная. Экшен здесь лезет из-за всех щелей, а вот, как следует продумать сценарий, они не решились. И, видимо, думали, что фильм посмотрят лишь те зрители, которым подавает Олика зрелище. В этом обзоре я много чего замазывал, делал картинку бесцветной, дабы избежать всякого рода ограничений. Я понимаю, что хотелось бы посмотреть без цензуры, но сюда я залить это не могу. Зато могу залить в группу ВК. Сделаю я это завтра вечером. Поэтому переходите по ссылке в описании, а на сегодня у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам нравится. Ставьте комментарии, пишите лайки. И до следующей субботы.